Турецкий язык. Урок номер 21. Местный падеж. Булунма хали. Местный падеж в турецком языке – это один из самых простых для понимания падежей. Мы уже знакомились с этим падежом еще в самых начальных наших уроках и применяли слова в этом падеже для примеров. Но давайте в этом уроке немножко подробнее рассмотрим этот падеж. Местный падеж обозначает местонахождение объекта и время действия. Отвечает на вопросы «Ким де?», «У кого?», «Нере де?», «Где?» и «Незаман?», «Когда?». По большой гармонии гласных имеет два типа аффиксов с буквой «а» и с буквой «э» на конце. Если у нас твердые гласные «а», «ы», «о» и «у» в последнем слоге слова, то используем аффиксы «да» или «та». И если у нас мягкие гласные «э», «и», «э» или «ю» в последнем слоге слова, то используем аффиксы «де» или «те». Кроме того, если слово у нас заканчивается на гласную или звонкую согласную, то используем аффиксы «да» или «де». Если у нас слово заканчивается на глухую согласную, то используем аффиксы «та» или «те». И если у нас не слово «а» и «зафет», то используем аффиксы «нда» или «нде». Здесь еще добавляется соединительная частица «не». Личные местоимения в местном падеже. Мы к личным местоимениям добавляем аффиксы местного падежа и получаем Теперь давайте рассмотрим несколько примеров, как мы можем использовать местный падеж, если у нас объект имя собственное. Например, Бен Мысырда Яшьорум. Здесь, как вы знаете, мы имя собственное разделяем с аффиксом апострофом. Главное не забывать это правило. Бен Мысырда Яшьорум. Я живу в Египте. Мысырда переводится как в Египте. Вообще, когда мы добавляем аффикс местного падежа, в переводе на русский это будут слова с предлогами в, на или у. При переводе мы берем во внимание обстоятельства и логику. В данном случае, вот смотрите, Мысыр переводится как Египет. Но также это слово, если это не имя собственное, то оно переводится как кукуруза. Мысыр, кукуруза. Поэтому в данном предложении, например, если мы не поставим апостроф и скажем Бен Мысырда Яшьорум, вернее напишем, то это будет звучать как я живу в кукурузе или на кукурузе. Поэтому нужно не забывать, если имя собственное, значит ставим апостроф. Следующий пример. СИЗ ИСТАМБУЛ ДАМЫСЫНЫС. Вы в Стамбуле? СИЗ ИСТАМБУЛ ДАМЫСЫНЫС. Слово ИСТАМБУЛ заканчивается на твердое У, поэтому ставим аффикс ДА. Следующий пример. Следующий пример. Например, здесь у нас объект будет личное местоимение. Например, сегодня у нас официальный праздник. Безде у нас. Следующий пример. У вас есть мел? У нее или у него полно денег. Теперь возьмем примеры, если у нас объект это указательное местоимение. Указательных местоимений у нас три. Это бу, шу и о. Это и то. При использовании аффекса местного падежа с указательными местоимениями, мы добавляем между указательными местоимениями и аффиксом соединительную частицу не. И получаем бунда, шунда и онда. Вот, например, клиент спрашивает у продавца автомобилей, которые стоят в ряд, есть ли у этой машины, ну, самой ближней, да, от нас, так как здесь используются указательными местоимения бу, подогрев сиденья. Бунда, колтук, и сытма, вармы. Бунда, колтук, и сытма, вармы. На что продавец отвечает, показывая. Бунда, йог, ама, шунда, ве, онда, вар. У этой нет, но у той, здесь у нас шунда, и вон той, которая чуть-чуть дальше находится. Онда, есть, вар. Бунда, йог, ама, шунда, ве, онда, вар. Как вы видите, здесь везде с указательными местоимениями мы используем соединительную частицу не. Следующий пример, если объект обозначает время суток. Есть у нас такой вопрос. Сааткач, который переводится сколько времени или который час, когда мы хотим спросить время. Когда же мы хотим спросить во сколько или в котором часу, мы используем вопросы сааткачта, в котором часу перевести можно, или просто качта, во сколько. На что можно отвечать, например, Акшам саат беште емек йорус. Мы кушаем вечером в 5 часов. В 5 часов саат беште. К числу добавляем аффикс местного падежа. Акшам саат беште емек йорус. Мы кушаем вечером в 5 часов. Или следующий пример. Сабах едиде уяньорум. Сабах едиде уяньорум. Я просыпаюсь утром в 7. В 7 едиде. Следующий пример. Если у нас объект обозначает временной промежуток. На вопрос. Незаман. Когда? Мы отвечаем. Пример. Я не стадиум. Маиста очил ёрш. Новый стадион открывается в мае. В мае. Маиста. То есть здесь у нас объект не отвечает на вопрос. Ким де или нере де. Да? У кого или где. А отвечает на вопрос. Когда? Незаман. Я не стадиум. Маиста очил ёрш. Здесь следующий пример. Окул. Эйлюль де. Башт ёрш. Учёба. По-турецки окул. Если дословно перевести из турецкого получается школа начинается в сентябре. У нас может быть тоже так говорят. Но здесь как бы логический период будет как учёба начинается в сентябре. Окул. Эйлюль де. Башт ёрш. Эйлюль. Сентябрь. Заканчивается на мягкую букву гласную ё. Поэтому аффикс д. Окул. Эйлюль де. Башт ёрш. И рассмотрим несколько примеров, если наш объект это не слово, а изофет. Например, «Бен сизи отель гиришин де бектиорум». Я жду вас у входа в отель. Вход в отель у нас это изофет «отель гириши». Так как это изофет, после буковки «и» мы добавляем аффикс. Соединительной частицей «не» получаем «отель гиришин де». «Бен сизи отель гиришин де бектиорум». Я жду вас у входа в отель. Следующий пример. Айсу работает в государственной больнице. Государственная больница – это наш изофет. Девлет хастанеси. И к изофету добавляем аффикс местного падежа. Соединительной частицей «не» – «нде». И получаем. Айсу девлет хастанеси «нде чалышьор». Следующий пример. Аннемин бахчеси. Это у нас изофет, что переводится как «сад моей мамы». Так как это изофет, мы добавляем аффикс местного падежа с соединительной частицей «не». И получаем «аннемин бахчесин де чичеклер чок гюзель». В саду моей мамы цветы очень красивые. Следующий пример. На летних каникулах мы едем в Анталию. Летние каникулы у нас изофет. Поэтому добавляем аффикс соединительной частицей «не» – «нде». И получаем. Думаю, здесь все понятно. И теперь рассмотрим небольшие нюансы, которые встречаются. Это разница между турецким и русским языком. Здесь все нюансы, конечно, мы не перечислим. Но самые распространенные, которые делают люди, которые только знакомятся с турецким языком, начинают его изучать. Вот смотрите. У нас есть такой вопрос. «Сколько у тебя братьев?» Это может быть вопрос «Сколько у тебя детей?» Ну и ответ, например, «У меня два брата». Когда мы начинаем переводить, мы думаем так. «У тебя это будет сенде». Да? Дальше «братьев» и дальше «сколько». Но так никто не спрашивает. Это будет неправильно. Правильнее будет использовать. И всегда турки так используют и говорят. «Сенен качкардещим ваш». Что будет дословно переводиться. «Твоих братьев сколько есть?» На русский это как бы абсурдно звучит. Но турки спрашивают именно вот так. Ни в коем случае не «сенде качкардещим ваш», а именно «сенин качкардещим ваш». И также, когда мы отвечаем «У меня два брата» или «У меня два сына» или «У меня двое детей», мы никогда не говорим «бенде». Не начинаем так говорить, забываем про это, потому что это будет звучать неправильно. А правильно сказать «беним» и «кикардещим ваш». Что будет правильно переводиться как «У меня есть два брата», но дословно будет переводиться как «Моих братьев двое есть». Вот это одна из самых частых распространенных ошибок, которые делают русскоязычные люди, когда начинают изучать турецкий язык. Когда они говорят «бенде качкардещим ваш» или когда хотят сказать, что у меня там есть брат, сестра или кто-то, и начинают говорить «бенде качкардещим ваш» и что-то в этом роде. Это неправильно, на это внимание. Следующее внимание, это, например, нам нужно сказать «В среду делаем выходной». Начинаем переводить на турецкий язык. Так, в среду, среда у нас «чаршамба», значит «в среду» нужно сказать «в местном падеже», нужно сказать «чаршамба да». Но так будет неправильно. И мы говорим просто «чаршамба та тириапюрус». В среду делаем выходной. «Чаршамба та тириапюрус». Когда мы используем «дни недели», мы никогда их не ставим в местном падеже. Никогда. Это неправильно, их так никогда не используют. Это очень похоже, когда используем на русском языке «завтра», «сегодня», «послезавтра». То есть мы говорим, например, «мы делаем выходной», «завтра», «они в завтере», или «сегодня», «они в сегодня». Точно так же турки эти слова используют, как и в русском, тоже говорят «ярын», «бугюн», не говорят «ярында», «бугюнда», «ярын», «бугюн», и точно так же используют «дни недели». «Чаршамба та тириапюрус». В русском языке мы говорим все-таки с предлогом «в». Например, «в понедельник едем на море», «в понедельник», «пазарте си де», должно по логике быть, но так в турецком языке не используется, а просто говорим. «Пазарте си денезегидюрус», «в понедельник едем на море». Переводиться будет с предлогом «в», но на самом деле его как бы здесь нет. И еще, например, выражение «бардакта сувар», «в стакане есть вода», и «бардакта кырмызы кальпвар», «на стакане есть красное сердце». Смотрите, когда мы переводим на русском, по-турецки «в стакане» и «на стакане» будет звучать одинаково «бардакта». То есть здесь уже по логике нужно смотреть, что за предложение, когда его говорят, когда его используют, и понимать для себя уже по значению. Потому что что в стакане, что на стакане будет звучать, например, одинаково «бардакта». И даже если мы возьмем плюшевое красное сердечко какое-нибудь, кинем его вовнутрь стакана, это тоже будет «бардакта». И поэтому «бардакта кырмызы кальпвар» может иметь два совсем разных значения. Ну вот как бы и все. Спасибо за внимание. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok